Библейский портал экзегет.ру представляет 31 глава пророка Иезекииля. Я читаю свой перевод для библейского портала Экзегет с небольшими комментариями. Но у нас все про Египет. На самом деле не только про Египет, а, наверное, про любую такую державу, которая поражает своей мощью, на которую хочется надеяться, как на некоторый источник силы, стабильности и всего остального. Как раз в 31 главе появляется сравнение Египта с его врагом Ассирии. И у них, конечно, разная история. У них, конечно, совсем не одинаковый конец. Ассирийская держава была уничтожена, Вавилонская, кстати, той самой, которую и Иерусалим разрушила. Египет продолжал оставаться. Он слишком большой, чтобы его захватить, хотя его захватывали. Но он все равно оставался Египтом. И, в общем, казалось бы, это разные истории, но более или менее один и тот же вывод. Давайте его прочитаем. В первый день третьего месяца 2011 года, но это все считается от переселения, собственно, и Изекииля вместе с ним в Вавилон, «В первый день третьего месяца 2011 года было мне слово Господне. Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому и множеству его людей. С кем ты величием сравнялся? Ассирия была как ливанский кедр с великолепными листьями и тенистой листвой. Огромного роста верхушка его поднималась над зеленью леса». Еще одна мировая империя, причем ливанский, наверное, не случайно, потому что Ливан — это горная страна к северу от страны Израиля, и, соответственно, Сирия тоже к северу находится в том направлении. Воды поили его, бездна питала. Ну, под бездной здесь, наверное, понимается некоторое такое пространство под землей, которое, может быть, наполнено подземными водами, но они это понимали скорее как некую мифологическую часть мироздания. Небо, земля и бездна, то, что под землей. Бездна питала, омывая место, где он рос своими потоками, и ко всем полевым деревьям посылала она струи. Потому он и вырос таким высоким, выше всех полевых деревьев, раскинулась его крона, вытянулись ветви, от изобилия воды он разросся. В кроне его вели гнезда всякие небесные птицы, под его ветвями рожали всякие полевые звери, а в тени его жили все многочисленные народы. Но это все про Сирийскую империю, она не была далеко такой идиллической империей мира и процветания, в общем, была достаточно жестокой. Но, скажем так, после того, как народы были включены в ее орбиту, в ее границы, они наслаждались относительным покоем, и была и торговля, и пути всевозможные. Потом в Римской империи это достигнет еще большего размаха. Но, наверное, в любой благополучной империи, пока она благополучна, все это происходит. То есть, может быть, даже ничего особенно хорошего об Ассирии не скажешь, но, по крайней мере, выгод было много. Красовался он величием и длиной ветвей, тот самый кедр, который Ассирия, потому что корни его достигали обильных вод. Не затмить его было кедром в саду божьем, кипарисом не сравниться с его ветвями, платаны были меньше его побегов. Ни одно дерево из божьего сада красотой с ним не равнялось. Я украсил его множеством ветвей, так что завидовали ему все дерева, «Эдемские в саду божьем». Если сначала сад божий еще не очень понятно что, то в следующем стихе появляются вот это «Эдемские дерева». То есть, речь идет о том самом саде, в котором были первые сотворенные люди. И, грубо говоря, где же это на земле? Мы не знаем такого сада. И, честно говоря, я не думаю, что он когда-либо существовал как какой-то действительно географический объект в нашем мире. Но «Эдемский сад» ведь можно понимать как некоторое идеальное место, как место, не относящееся к нашему миру, или место, которое мы можем представить себе, тем более, что, как мы читали в книге «Бытия» после изгнания из рая, собственно, доступа в «Эдемский сад» для людей нет. И зачем же сравнивать тогда Ассирию как кедр с «Божьим садом», когда мы не знаем, где это находится, и даже если бы мы знали, мы бы туда не вошли никаким образом, ну и какая нам разница, какие там деревья. Ну, наверное, здесь этот самый «Эдемский сад» это некоторое идеализированное место, или, может быть, даже лучше сказать, идеализированный народ, народ Израиля, «Божий народ», может быть, что-то еще сюда относится. То есть, вот, то, как оно должно быть. И вот Ассирийская империя была выше, больше, лучше, мощнее, богаче любого идеала, который можно себе представить. Оказывается, можно быть слишком в хорошем положении. Потому так говорит ладыка Господь, «Когда он вырос высоким, и верхушка поднялась на деленью леса, возгорделась собственным величием его сердца, и зато я отдал его властителю народов и поступил с ним по его порочности». Кто этот властитель народов? Ну, наверное, Вавилон на тот момент действительно империя, сменившая Ассирию и подкорившая многие народы. «Ятверг его, его срубили чужеземцы, самые жестокие из народов, и бросили его на горах. Палы его, кроны на долины, обломки ветвей на все овраги. Вышли из-под его тени, все народы земные оставили его. На пне его поселились всякие небесные птицы, а к ветвям его пришли всякие полевые звери. Так что впредь пусть не возносятся вы, есть никакие орошенные деревья. Пусть не возвышается их верхушка на зеленью леса, пусть не достигают такой высоты все, кто пьет воду». Смотрите, Господь обращается здесь не к израильтянам, хотя, в общем-то, только израильтяне и слышат эту проповедь, надо полагать. Он обращается вроде бы к Египту. Но как же Иезекииль передаст египтянам эту весть, если он находится в Вавилонии? В общем, это Египет всего лишь такой адресат, ну, не сказать воображаемый, потому что Египет существует, но полемический адресат, адресат, к которому он обращается для того, чтобы донести свою мысль до израильтян. Империи бывают, большие государства существуют. Но вот посмотрите, например, о Сирии. Я напомню, что Египет та самая страна, на которую надеялись израильтяне, с которой они связывали свои надежды на защиту от Вавилония, но из этого ничего не получилось. То есть, на самом деле, он говорит, смотрите, была одна империя разрушена, другая, могут быть и третья, четвертая, пятая, но с ними со всеми происходит примерно одно и то же. Все они назначены смерти, сойдут в Нижний мир вместе с людским родом, который уходит в могилу. Это временное, Господь вечен. Так говорит ладыка Господь, в день, когда он сошел в Шиол, то есть мир мертвых, «Я объявил траур, закрыл я бездну, удержал ее потоки, остановились великие воды, навел я скорбь на Ливан, и все полевые деревья увяли из-за него». То есть, какая-то засуха, которая понимается как скорбь об Ассирии. Ничего себе, мы читали у пророка Наума, например, что вообще-то Ассирия – это жестокий угнетатель, который должен погибнуть, а Господь его погубит, то есть тоже руками земных завоевателей каких-то. Но в любом случае, вот эта гибель прекрасного, гибель живого, будь это кедр, будь это даже какая-то жестокая империя, она все равно порождает печаль. Это все равно некоторый повод задуматься о том, что ничто не вечно. «Шум от его падения привел в трепет народа, и когда не звал я в Шиол вместе с теми, кто уходит в могилу, утешились в Нижнем мире все эдемские дерева, отборные, лучшие на Ливане, те, кто пил в воду». Эдемские дерева оказываются в Шиоле, в мире мертвых. Ну, конечно же, это люди, которые, может быть, относятся к народу Израиля, как к некому Божьему саду. Вот народ Израиля это надел, Божье его собственное пространство и его собственные люди на этом свете. И понятно, что они умирают, и какое-то количество их там, хотя они тоже вроде бы Божьи. «И какому же из эдемских деревьев подобен ты величием и славой? И ты сойдешь с эдемскими деревами в Нижний мир, ляжешь среди необрезанных сраженных мечом, и фараон, и все множество его людей. Пророчество владыки Господа». Ну и последний вывод. С Египтом будет абсолютно то же самое. Нечего на него надеяться. И интересно, что Египет понимается даже как нечто вторичное по отношению к Ассирии, но он действительно уступал, по крайней мере, в прямых военных столкновениях. Но тема Египта еще продолжится в следующей 32 главе. Продолжение следует...